Здравствуйте, уважаемые друзья! Это телевизионная программа «Утро», это канал «Тюменское время», это Россия, это Тюмень, это планета Земля. Здесь Сапегин мы начинаем, нам, как всегда, есть с вами о чем поговорить. Сейчас коротко, тема ближайших минут, и врываемся в это утро и в этот эфир. Пожалуйста. СПЛОШНОЙ МИНУС На дворе у нас конец января, и, вы знаете, нам попалось на глаза потрясающее по своему содержанию видео. Это видео 1986 года. Давайте просто несколько кадров. Вы посмотрите, слева стороны сейчас кинотеатр юбилейный. Это площадь 400-летия Тюмени, вы посмотрите. То есть она вот так выглядела в конце января в 1986 году. Надо сказать, что зима тогда, видимо, выдалась снежная. Здесь я на этих кадрах вообще готов разреветься, потому что вот эти леопардовые шубы я хорошо помню. И у меня, в частности, была такая шуба. Я думаю, сейчас мои ровесники, но и те, кто постарше, кто являются нашими родителями, с улыбкой смотрят и говорят, Боже мой, вот были же, были же вещи. Поэтому небольшая ностальгия благодаря потрясающему телеграм-каналу, который мы от всей души благодарим. Вот. Но, с другой стороны, мало... Нет, нельзя сказать, что мало что поменялось. Все-таки много что поменялось. В плане погоды, кстати, все осталось примерно тем же самым. Кстати говоря, о погоде. У нас сегодня синоптики обещают днем. Минус 11 снег. Будет дуть южный ветер. Ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью минус 14. Также снег. И южный ветер 3 метра в секунду. Ну, январь заканчивается, близится февраль. Каким будет февраль? Ждут ли нас вот эти самые февральские сибирские морозы? Об этом расскажет Александр Варенцов, специалист сервиса Яндекс.Погода. Пожалуйста. Эту зиму сложно назвать жаркой. Текущий январь холоднее прошлогоднего на целых 2-3 градуса. В феврале средняя температура прогнозируется на 1 градус выше нормы. Относительно прошлого года значительно холоднее на 3-4 градуса. Будет на севере региона. В Хмау и Янау. И на 1-1,5 градуса в Тюменской области. Теплее прошлого года. Февраль окажется в Новосибирской области. На 1-1,5 градуса. Ну, в общем, ничего нового. Абсолютно комфортная сибирская зима. Однако же, по календарю нестандартных праздников, а если вы не знали, существует такой календарь, сегодня день адского холода. Но, согласитесь, вряд ли наши морозы можно назвать адскими, в отличие от некоторых регионов нашей страны. Взять ту же Чукотку. И там живет наша землячка, которой мы попросили рассказать, а как, собственно, ну там эти морозы переносятся-то. И история следующая. Мы получаем вот такое видео. Пожалуйста. Здравствуйте. Расскажу вам немного о зиме в нашем городе Билибино, Чукотский автономный округ. Сейчас у нас на улице 41 градус. И на этом видео обрывается. Я вам скажу честно, мы всей редакции немножечко запереживали. Начали писать, это все ли хорошо, все ли там окей, потому что мороз. Но благо, через некоторое время мы получили второе видео, записанное уже по понятным причинам дома. Пожалуйста. Зима у нас очень долгая, холодная, темная. Из-за того, что климат сухой, высокие температуры тоже ощущаются довольно-таки острым. Максимальная температура в нашем городе зарегистрирована на минус 58 градусов. Вот буквально на прошлой неделе у нас было минус 50. Очень холодно, конечно. Конечно, передвигаемся мы пешком по необходимости, ну и на недалекие расстояния. А так, в основном, мы пользуемся городским транспортом, автобус, такси. Люди, у кого имеются автомобили, тоже заводят по острой необходимости, потому что тяжело завести. У середины января у нас полярные ночи, только потом начинает понемножку появляться солнышко. Из-за таких высоких температур часто появляется плотный туман. И, то есть, вместе, в сочетании с полярной ночью, видимость тоже очень плохая. Тяжелые месяца – это январь-февраль, где присоединяется к высоким температурам еще и пурга. Юлечка, мы вас благодарим за это видео. Вот смотришь, да, и аж немножко становится холодно. Вот, кстати, Юля сказала сейчас слово «пурга». Запомните это слово, потому что оно вам сегодня еще пригодится. Я напоминаю, мы продолжаем разыгрывать снегоуборочную машину, поэтому чуть дальше в рамках нашей программы расскажу, каким образом вы можете принять участие. Пока что просто запомните слово «пурга» и смотрите программу до конца. Мы продолжим морозную тему, значит, какая ситуация произошла в Южно-Сахалинске. Смотрите, молодой человек очень хотел пиццу. Это нормальное человеческое желание. Он настолько сильно хотел, что пошел ко входу в пиццерию сквозь полутораметровые сугробы, потому что там очень много намело снега. Он пошел ползком, он доползает до двери, и ее не поел, потому что заведение не работало из-за снегопада, и парень остался без пиццы. Когда работяги пиццерии увидели запись с камер, они просто поняли, что нужно найти его, обязательно подарить пиццу за настойчивую силу духа. Они все расчистили, выложили в социальные сети посты о том, что ребята, мы все сделали, особенно ты, дорогой герой, приходи к нам, мы тебя угостим. Вот это я называю прекрасная работа сервиса с отношением клиентов. Кстати, у меня была подобная ситуация в Тюмени, ну как подобная, около того, когда я заказал бургер в одной из бургерных, кроме меня в заведении был только один человек, и тем не менее готовили его долго. Я сфотографировал, выложил в соцсети, написал, боже мой, ну как так, ну почему так долго? И на следующий день ребята в соцсети выложили пост, отметили меня и приложили фотографию, где танцуют повара на кухне, и написано, Андрей Собегин заказывает бургер, в это время наши повара. Потрясающее решение ситуации, потрясающее. Вот это, вот хочется верить, то что у нас вообще по стране все больше и больше будет именно такого отношения от людей, которые предоставляют услуги в адрес своих клиентов. Значит, у нас, тем не менее, зима продолжается, до весны еще как бы не сильно близко, снега много, и снег его не только нужно чистить, а можно это совмещать с физическими упражнениями, потому как у нас появилась новая авторская методика у Зинаиды Калугиной, и называется она «Снегофитнес». Займемся им прямо сейчас. Физкульт-привет! Холодное время года – не повод не тренироваться, поэтому предлагаю заняться «снегофитнесом». Запускаем топ-упражнений, которые помогут вам похудеть и укрепить ваши мышцы. Убираем снег лопатой. Такая тренировка отдает хорошую кардионагрузку, а еще очень полезна для мышц сердца. В этот момент работают ваши руки, ноги и даже ваш пресс. К тому же, это помогает неплохо похудеть, потому что жиры начинают активно таять. Еще 200 калорий. Ну что, друзья, тренировка на сегодня закончилась. Не ленитесь, занимайтесь «снегофитнесом». И помните, все нужно делать с умом. И только во благо своему организму. Красота, да и только. По поводу снега. Я уже говорил ранее, что мы по-прежнему разыгрываем прекраснейший подарок. Это снегоуборочная машина. Идеальный подарок для тех, у кого есть дом, дача, гараж. Ну, просто незаменимый агрегат. Условия розыгрыша простые. Первое, что нужно сделать, это внимательно смотреть этот эфир и все следующие. В каждом выпуске спрятано секретное слово. В течение программы я назову его два раза. Маленькая подсказочка, я его сегодня уже как бы так мельком называл. Ваша задача его запомнить и позвонить по номеру 218200 без добавочных цифр и просто продиктовать это самое секретное слово. Важный момент. В каждом выпуске слова будут разные. Чем больше наших паролей вы запомните, тем выше шанс на победу. Обладателя новенького снегоуборщика мы выберем с помощью рандомайзера 22 февраля. Ну и добавим, что снегоуборщик предоставил наш партнер торговый центр «Хоздвор» на улице Республики 203. Там вы сможете приобрести все для сада и огорода, электротовары, сантехнику, лаки, краски, крепеж, сварочное оборудование, печи, камины, казаны и мангалы. Мы желаем всем удачи и, конечно же, будьте внимательны. Секретное слово я назову уже совсем скоро, но сначала наш самый точный гороскоп. Овны. Сегодня обстоятельства позволяют продолжить интересующие вас занятия. Но звезды советуют не увлекаться. В течение дня будет снижаться запас энергии, и могут возникнуть вопросы, которые касаются получения денег или документов. Тельцы. Звезды подсказывают, что основная часть этого дня для вас непродуктивна. Возможно, придется ожидать известий, искать информацию, преодолевать препятствия или исправлять допущенные просчеты. Близнецы. Этот день поддержит вокруг вас атмосферу азарта, конкуренции или враждебности. Она может длиться вплоть до вечера. У многих близнецов появятся вопросы. Первое место в списке могут занять темы безопасности, финансовой стабильности. Раки. Сегодня вам не стоит ждать полного покоя. Он невозможен, пока не доведено до конца срочное дело. Например, не устранена поломка или не снят острый симптом болезни. Возможны ситуации, путаницы или небрежности. Львы. Пока не настал вечер, вы можете пожинать плоды своих успехов или сбрасывать напряжение после приключений. Есть время продвинуться в успешной для себя сфере или утилизировать остатки неиспользованной вчерашней энергии. Девы. Сегодня звезды не советуют вам спешить с выводами. Вплоть до вечера может иметь место обострения разногласий, деловой или бытовой аврал. По возможности не торопитесь и с конкретным действием, за исключением экстренных случаев. И сейчас, как я и обещал, я называю наше секретное слово для того, чтобы вы могли поучаствовать в нашем розыгрыше снегоуборочной машины. И сегодня это слово ПУРГА. Звоните по номеру 200-18-200 и просто продиктуйте это слово. Таким образом, вы автоматом становитесь одним из участников нашего розыгрыша. Удачи! Мы тем временем движемся далее. У нас интересные планы. Этюмец снимут фильм о лесных пожарах. В нашем регионе в фильме планируют реконструировать события 2023 года. Производством займутся уже известные земляки, режиссеры Дмитрий Колобов, известный нам по «Каравелле и Крапивина», и Алексей Южаков, известный нам по фильму «Папаша в бегах». Подробности предстоящей ленты мы узнаем у режиссера театра и кино, сценариста, продюсера Алексея Южакова. Леш, я тебя приветствую. Привет, Андрей. Почему вообще пришла идея снимать фильм про лесные пожары в нашем регионе? Слушай, ну мы на протяжении нескольких лет по весне снимали ролики для Каменской области, и каждый раз попадали в историю, что у нас были ограничения по съемкам из-за лесных пожаров. И последние пару лет они были настолько сильными, что мы не могли просто пройти мимо этой темы. В прошлом году еще Тюмень попала в такое своеобразное огненное кольцо, и это было настолько впечатляюще, настолько нам показалось, что эта тема объединила вокруг себя людей. Мы решили, что это достоинно того, чтобы стать фильмом. По крайней мере, нам показалось, что это может быть такой большой, зрелищный документальный блокбастер, мы его сами называем. Вот, кстати, ты сказал, что документальный блокбастер – это только лишь документальный фильм будет или художественный в том числе? Пока что в первую очередь мы подразумеваем, что это будет документальное кино, но внутри фильма мы видим варианты реконструкции, варианты каких-то постановочных элементов, но в первую очередь все равно это документальное кино, здесь мы акцентируем внимание на реальных событиях, на реальных людях, на реальных историях, потому что это то, что действительно вызывает эмоции, то, что мы прожили и, возможно, проживем в этом году. В фильме «Папаша в бегах» ты привлекал тюменских актеров, в большей степени здесь будет ровно то же самое, то есть тоже тюменские будут в кадре герои? Ну, тут, да, во-первых, герои, во-вторых, все-таки я сам живу в Тюмени, мне близко все, что происходит около нас. И вообще мне кажется, что Тюмень – это большой такой кладезь с тем историей, которые просто пока еще не до конца раскрыты. Вот я в том числе еще черпаю вдохновение как раз нашей локальной идентичности, в наших каких-то уникальных людях, героях. Учитывая то, что вы реконструируете события 2023-го, я правильно понимаю, что съемки начнутся в конце весны? Да, мы начнем снимать, скорее всего, уже с конца марта, когда начнется подготовка к пожароопасному сезону. Съемки мы планируем вести на протяжении полугода, так как у нас есть несколько пиков пожаров. Это начало весны, это начало лета и начало осени, собственно. Поэтому мы планируем в этом году охватить все вот эти пожароопасные ситуации максимально. И уже осенью, зимой, следующий монтировать фильм. Как раз в наших планах выпустить фильм к следующему пожароопасному сезону. То есть это буквально весна следующего года, 2025-го. Леш, могу пожелать только удачи и ждем с нетерпением премьеры. Так, мы сейчас с вами ненадолго прервемся и вы далеко не уходите, потому как вот, что вы увидите во второй части нашей программы. Дом, в котором живет любовь. Познакомимся с тюменской семьей, в которой семь детей и все они счастливы. Песни и пляски. И заглянем на ретро-вечера, которые проходят в Тюмени уже более 20 лет. Всем, кто присоединился, здравствуйте. Это телевизионная программа «Утро». Здесь Андрей Сапегин, я вас всех горячо приветствую. Мы продолжаем. В честь года семьи в России стартовал большой проект «Всей семьей». Суть его проста. Раз в неделю нужно получить несложные задания, которые нужно выполнить всей семьей. Например, всем вместе приготовить ужин или сходить в музей. Затем необходимо выложить фотографию на свою страницу в ВК или в одноклассниках, где будет видно, как семья выполнила задание. Обязательно нужно указать хэштег «Всей семьей 72». Каждый месяц организаторы будут проводить розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Их ждут особенные и ценные подарки. Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей ВК или «Одноклассники». Поэтому переходите на портал всесемьей.рф, регистрируйтесь, участвуйте, потому что инициатива и проект, по моему мнению, просто милейший и чудесный. Раз у нас год семьи, конечно, в течение этого года мы в рамках нашей программы и в рамках работы нашего телеканала с большим удовольствием знакомим вас с тюменскими семьями, семьями тюменской области, на которых приятно смотреть и которые, вы знаете, могут нас всех, наверное, чему-то научить. Прямо сейчас небольшой фрагмент нашего проекта «Дом, в котором живет любовь», который мы лично посмотрели и прямо прониклись. Пожалуйста. Для меня люди, кто вот так жизнь закручивает и так получается, что берет напекунство ребятишек, для меня они априори герои, еще своих пять детей. Как воспитывать детей, вот когда такое большое количество? Не сказать, что прямо мы им там прямо это самое супер уделяемое, это самое внимание, но как бы в любом случае, как бы на собственном примере, они же видят, как мы работаем, получается, как у нас все идет текучка, и, соответственно, они сами тоже, получается, какие-то все направления выбирают. Поэтому... Но ценности все равно прививаю. Да. Ну, то есть, когда есть, получается, какой-то мастеровой, то это... Ценности любви одной, что должно быть, как раньше было, как у нас. Ценность брата-сестры. Я с девчонками уже поговорила, девчонки мне рассказали тайну про вашу личную жизнь, мне сказали, что если вы ссоритесь, вы как бы сразу же как бы и миритесь. Мы уже 23 года вместе. Притираются все пары. Не бывает так, что сразу хоп, и горы, и море по колено, и горы по плечу. Мы-то вообще были дома, я думаю, есть 17 лет, получается. Все притираются. Просто необходимо, скажем так, в голове и в душе немножечко умерить пыл. И всегда, когда трудные моменты, а они бывают у всех, во всех семьях. Многие говорят, там, 7 лет, 5 лет, 10 лет, неважно сколько. Я всегда говорю своим детям и говорю всем, когда бы не было какие сложные ситуации, всегда ищите моменты для счастья. Пересматривайте старые фотографии, вспоминайте, как вы познакомились. Вспоминайте, когда вы были счастливы, что было. Что-то же заставило вас выбрать этого человека и жить с ним какое-то время до определенного момента, пока не начались какие-то взрывы. Магнитные бури, мы их так называем. И уже когда начинаешь просто уходить в глубину и вспоминать этот момент, ты начинаешь понимать, что ничего страшного в этом нет от того, что вы поругались. Можно же и помириться. И прийти к какому-то общему консенсусу. Полную версию новой серии проекта «Дом, где живет любовь» это авторский проект Татьяны Фридрих. Смотрите сегодня и каждую среду в 14.30 и в 18.30. Не пропустите. Вы знаете, что я понял? Ведь там, где есть Татьяна Фридрих, там всегда где-то поблизости есть и гороскоп. И даже в нашей программе они рядом. Так что смотрим самый точный гороскоп. Весы. Сегодня вам не стоит рассчитывать на полную ясность. Картина событий может оставаться неполной, вызовут вопросы те или иные сведения. Пока не настал вечер, может продолжаться заминка в делах. Новый поворот событий ожидается в конце дня. Скорпионы. Пока не настал вечер, воздержитесь от новых инициатив. А также не питайте больших надежд на получение нужных сведений или налаживание контактов. Период неопределенности в конце дня обязательно закончится. Стрельцы. Этот день вы встретите под впечатлением вчерашних событий и собственных действий, которые наверняка были активными и не всегда оказывались верными. Многие стрельцы будут пребывать на волне вдохновения, азарта, гнева или заблуждений. Козероги. Сегодня звезды советуют вам отказаться от новых начинаний. Самые важные часы наступят для представителей этого знака вечером. Именно в это время вас ждут приятные новости, важные размышления и полезные контакты. Водолеи. Пока не настал вечер, вы можете идти за мечтой и выбирать увлекательные свободные занятия. Вечером потребуется ясность, мысли для работы с информацией или конструктивного разговора. Скорее всего, в конце дня поступят важные известия. Рыбы. Основная часть этого дня для вас. Вас манят ложные идеи и туманные горизонты. Мучают переживания в связи с истинным или мнимым провалом. К счастью, вечер расставит многое по местам. Появится доступ к документам или нужным контактам. Мы продолжаем нашу программу. И, вы знаете, продолжить хочется похвалой, комплиментами в адрес старшего поколения нашего региона. Вы знаете, вот я искренне считаю, что у нас невероятно активное старшее поколение. Во-первых, я это прекрасно понимаю по недавнему проекту Герань ТВ, который выходил также у нас на телеканале, где моими соведущими выступали серебряные волонтеры. Это было просто потрясающе. Я более жизнерадостных людей вообще не видел. Я когда смотрю, там летом танцуют, скандинавская ходьба, все, какие-то встречи постоянные. И вот, что мы видим. Пожалуйста, в ДК «Строитель» уже больше 20 лет проходят ретро-вечера. Участники этих самых ретро-вечеров, которые проходят в ДК «Строитель», приходят, заряжаются, поют, танцуют. Для тюменцев 50+. Знаете, это просто отличный повод провести время активно, причтиться в пляс и, несмотря ни на что, подпевать любимым хитам молодости. Каково это быть вечно молодым душой, увидела Анна Воробьева. Эти тюменские девчонки приходят не стоять в сторонке, а как Раиса Ивановна танцевать и подпевать. И в свои 76 тюменка всегда в центре внимания и спешит на ретро-вечер со своими подругами. Я всех сюда девочек вовлекла. Это такая отдушина. Это я побываю на танцах, все, я цвету. Классику люблю. Это классика, это вальс, танго, фокстрот. А так, современные. Каждый ретро-вечер тематический. Сегодня у тюменцев 50+, день студента. Для кого-то это возможность вспомнить молодость или снова встретить свою любовь. Душа поет, расширяется. Второй раз в жизни пришел. Ну, что сделал? Вот сейчас пришел второй, не знаю. Хочу найти вторую половинку. Женщину надо найти хорошую. Может, и найду. Кто его знает? А уже приглянулся кто-то? Ну, так присматриваюсь. Думаю, видно будет. Во дворце национальных культур строителей ретро-вечера проходят более 20 лет. За это время пережили многое. И пандемию, и переезд в новое здание на улицу Текстильную. Они приходят, они танцуют, они знакомятся. Создаются, кстати говоря, семейные пары. Они встречаются. И дальше эта площадка становится площадкой для общения. Мы включали и интерактивную часть, и концертно-творческую часть. Но в основном люди пришли зажигать. Зажигают и под советскую музыку, и под современные песни. Тюменцы встречаются на танцполе каждую среду. И советуют проводить время в таком формате своим друзьям из других городов. Когда вышел на пенсию, вот тогда захотелось и танцевать. Когда я приехала с своего места, из Екатеринбурга, я своим всем пишу. У нас в Екатеринбурге так нет такого, понимаете? И я всем написала, девочки, Тюмень танцует и поет. Ну, просто потрясающе. Это подтверждает сказанные ранее мной слова. У нас потрясающее, активное старшее поколение. Вот, кстати, в самом начале было в сюжете сказано, что танцуют под хиты своей молодости. Если вам задать вопрос, то есть вот вспомните какой-нибудь хит вашей молодости, что вы вспомните? Я первым делом, наверное, бы вспомнил какой-нибудь там си-си-кетч или что-нибудь в этом духе. И как ни странно, годы идут, звучание меняется, какие-то новые там приспособы, примочки у музыкантов, какие-то поиски нового звука. Однако вот та музыка, не знаю, наверное, просто какая-то ностальгия вот из детства, остается для меня по-прежнему и модной, и классной, и в том числе примером того, чем я могу себе создать настроение, включив эту музыку поутру. Например, да? И мы решили спросить тюменцев, а какая песня поднимает настроение им? Делятся, мы записываем, пробуем, включаем в себе, пожалуйста. Макс Фадеев, например, «Бегу по небу» у него есть песня классная. Ну, она как бы такая эмоциональная, что ли, про многое можно там услышать. Она про многое рассказывает, можно так сказать. Партики и Асти там, допустим, песни такие запоминающиеся, под них танцуешь. Вот на корпоративе недавно зажигали под их песни. Это «Сплин рай в шалаше». Господин Васильев, который поет эту песню, и как он выражает свои эмоции, как будто он проживает эту песню сам. Исполнитель Григорий Левс. А песни я его все люблю. У него классный голос, он замечательно им владеет, и сейчас это большая редкость. Нравятся песни вот 80-90-х годов. У них смысл, у них нежность, чистота. А в современных там больше музыкальных инструментов. Оно заглушает сам голос человека. Митяевые песни и всех бардов. Они же все про жизнь. Да, ты у меня одна, словно ночи луна. Та-да-да-да-да-да. Да-да-да, брым-брым-брым. Так что пойте, товарищи. Нам песни строить и жить помогает. Лучше и не скажешь. Так, теперь о приятном. Подарке, я считаю, это всегда приятно. У нас есть подарок. Подарок замечательный. Это снегоуборочная машина. И условия розыгрыша простые. В каждом выпуске спрятано секретное слово. В течение программы я его называю дважды. Ваша задача его запомнить. И позвонить по номеру 218-200. Без добавочных цифр. И просто продиктовать это самое слово. Важный момент. В каждом выпуске слова у нас разные. Чем больше наших паролей вы запомните, тем выше шанс на победу. Сегодня слово дня я уже называл. Так что если пропустили, обязательно смотрите повтор программы. И не упустить свой шанс стать счастливым обладателем новой снегоуборочной машины. Кто же станет тем самым счастливчиком, мы определим с помощью рандомайзера 22 февраля. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вы не переключайтесь. Ведь нам еще столько интересного. Вам нужно рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин